Друзья, знакомьтесь, у меня на руках маленький Витя, рядом Андрюша, здесь Танюшенька и Ваня. Когда-то эти дети жили в детском доме, но благодаря Елене и Вячеславу Доброжанским они обрели новую жизнь. Жизнь с мамой и папой, братьями и сестрами, у них появилась большая семья и дом. И прямо сейчас я расскажу их историю. Привет! Кто меня встречает? Ой, это кто-то так бежит быстро! Это Андрюша же, да? Андрюш, ты так вырос! Ты помнишь меня? Да. Или не помнишь? Помнишь? Это Ваня, да? Привет, Ваня! Привет, ты тоже вырос! Когда три года назад мы приезжали в семью Доброжанских, они только-только взяли Андрюшу и Ваню. Вот это видео парней уже дома. Тогда им было очень сложно ответить на, казалось бы, простой вопрос. Что такое семья? Сегодня парни уже знают ответ. Я вообще сначала не знала, что такое семья, и мама несколько раз мне объяснила, что это. Ну а потом все-таки понял, что это. А что? Это когда человек делает дома и другое делает дома. У семьи это любовь. У Вячеслава и Лены Доброжанских любви много, хватит на всех. Своих пятерых детей они уже поставили на ноги, и началась новая глава их семьи под названием «Приемное родительство». Первенцем в этой новой семье стал Андрюша. Кто произнес эту фазу? Бабаева, основные дни. Так, я помню этот заход такой, вообще смешно. Какой? Ну я сначала с работы ему скидну и пишу. Ну как ты думаешь, что там, говорит. Я говорю, да, ну и уже вечером я приезжаю домой, молчим, ничего не говорим. То есть это все, так вот, детей спать уложили до сюда. Уже лежим такие, я так молчу, молчу. Я говорю, ты читал? Такая тишина, она очень такая, в спальне, да? Ты читал? Ну читал. Я говорю, и чего? Елена сообразила, муж не сказал нет. Значит, да. В планах Елены было усыновление слепого мальчика, которого она уже присмотрела. Но пока родители собирали документы, оформляли школу приемного родительства, малыш нашел семью. И пиар про Андрюшку. И вот прям Андрюшка, а я так уже боюсь что-то загадывать, но так он мне понравился, и такой он там маленький. Такая фотография прям пронзительная была. Я говорю, ну ты знаешь, там, правда, уже не это, там другое, в смысле. Но дома я уже мелким всем показала фото Андрея, говорю, смотрите, как у мальчика рассказал, что вот там вот забрали, а вот есть еще такой. Это Андрей. Да, Андрюха, да. И я показала Славе фотографию, там много было фотографий, ну все, и как-то вот, да, товарищ наш появился. Вячеслав не пытался отговорить жену, хотя и большой уверенности в нем тогда еще не было. Но он знал кое-что очень важное. Жить надо с пользой, не только для себя. На самом деле мы все связаны невидимыми нитями, вот, и все судьбы наши, они соприкасаются на очень тонком плане. И поэтому, когда мы берем какую-то тяжесть мира, мы облегчаем бремя этого мира. Мы помогаем миру. Всем. На год вся семья Доброжанских погрузилась в адаптацию. Привыкать надо было ко всему. И в первую очередь к обществу, которое было совсем не настроено принимать ребенка. Лен, вот каким забирали, можешь вспомнить? Вот смотри, что у него сейчас? У него ножки, я так понимаю, да? То есть вот... Вот, мы сделали операцию, у нас сейчас контрактурки появляются опять, но это все равно, это как бы одно из наших проблемочек. Но мы, когда вы были в тот раз, то есть Андрюша вот таким прямым не был. Не был. Вот, мы сделали операцию, мы убрали контрактуры, у нас появилась свобода движений. Андрюш, скажи, ты же можешь сам передвигаться совершенно спокойно, да? Да. И без коляски даже. На руках? На руках ты ползаешь? Да. На руках? Да. То есть, получается, Лен, руки развиты у деда. Да, 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 мы развиваем, да. Ну, я вот даже вот по этой лестнице, прям у нас такая тренировка, я говорю, три раза вверх, три раза вниз. Следом за Андреем в семье появился Ванечка. У него та же болезнь – спина бифида. Это внутриутробно неправильное развитие спинного мозга, то есть нервной трубки плода, как она называется. Она бывает абсолютно разная в поясничном, в крестцовом, в верхнем грудном. В зависимости от того, какие повреждения от этого и страдают. У кого-то нет чувствительности, кто-то вообще не чувствует ног, какие-то детки не могут даже ползать, они только сидят. Лена все время повторяет – ноги не главное, главное – голова. Ребенок должен жить не в больнице, а в доступной среде. Он может развиваться, может социализироваться, даже не умея ходить. Однако в Московской области Москва – это территория с ограниченными возможностями. Да, вот у меня утро вчера, да, начиналось с того, что мы же в школу приезжаем, сами понимаете, грейдер прошел улицу, почистил возле школы, да, вот такая штука. Там дворник прошел, дорожку почистил, и я понимаю, что я не могу, мне надо вот через вот это вот перекинуть коляску. Через сугробы. Через вот этот сугроб, который вот так в нем можно провалить. Потом я должна Ваню поднять и перекинуть. Хорошо, мы подъезжаем вместе с его преподавателем, если я успеваю, Павел Александрович, перекидывает Ваню, а я эту коляску. И он ругается, я ругаюсь. Просто банально, на весь город Подольск два ребенка, только колясочника, посещает школьное учреждение. Это мои дети. Только два ребенка. Больше ни одного колясок. Остальные, да, наверное, сидят по домам с родителями. Как-то раз Елена с детьми отправилась на новогоднее представление в ЦСКА. Ване с Андреем требовался лифт. Здоровые дядьки, тетки, подростки с этими тетиками. И они стоят, и я вот подхожу с колясками, ни один, ни один человек не сказал, девушка, проходите. Я делаю замечание, потому что меня так это выбесило. Я говорю, ребят, а я говорю, вы что, тут все инвалиды, да? Я говорю, как вы? Я говорю, я прямо в наглую, Ваня, ехай. Я говорю, отошли, я говорю, поедем мы. И мне этот подросток, который стоит с мамой, говорит, а что вы хотите мир развеять? И это лишь одна зарисовка из жизни семьи. Елена Хамстов в свой адрес и адрес своих детей не допускает, делает замечания. Но разве одна она может перевоспитать общество? Балуйте своих детей, балуйте, если хотите, чтобы они выросли настоящими баблитами. Но это все риторическое. Семья с говорящей фамилией Доброжанские старается сосредоточиться на положительных моментах, а точнее, любви. Любви к своим детям и детям чужим, которые только станут своими. И вот это самая важная цель, я считаю, вообще любого родительства, приемное, оно неприемное. То есть не просто, ой, пусть он поживет, мы его полюбим, а потом вот он куда-то пойдет. Да нет, тут я думаю, что все-таки это на всю жизнь. Приемное родительство, даже после 18 лет, оно все равно останется. И ребенок должен понимать, что где-то есть дом, куда он при любой сложности может позвонить, прийти и получить поддержку. Вот у этих ребятишек никогда не скажет, у них заболевание такое вот спиналитие, да. Но они очень активные и никогда не скажут, что вообще у них есть какие-то проблемы с ногами. Подвижные, быстрые и очень умные. Да? В кавычках. Они еще и с юмором. Когда Ваня и Андрей стали родными, родители решили, пора идти за малышами, раз внуков пока нет. Малышей хотелось каких-то таких шепутных. Вот мы прям хороших получили малышей, очень шепутных. Хотелось маленьких? Ну да. И в доме появились сначала Витя, а потом Таня. И что интересно, решение Вити принял папа Слава. Он просто взял малыша на руки и сказал. Он такой классный просто. Он говорит, он такой классный, такой хорошенький. И вот как-то все. Ну раз муж сказал, значит справимся. Ну он же пропадет, просто пропадет. Дело в том, что у Вити было сильное отставание, и мама Лена не была уверена в своих силах. Сам Витя очень хотел семью. Для него это был вопрос жизни. Он лежит в кроватке, ножки торчат, он лежит спиной к окну. И просто лежит, да, вот ножки эти торчат худенькие. Постучали, вот он тогда встал. Один. И уже после того, как мы погуляли несколько раз, мы с ним ходили, помнишь, когда он эту машинку возьмет и погнал папа за ним на руках. Ну здорово, мы с ним гуляли по всей территории, носили его на руках. И мне нянечка говорит, вы представляете, вот прошел пару этих, а мы в одно и то же время практически. Он встает к окну, показывает на окно и уже ждет. То есть он начал ждать. Дети Доброжанских приняли Вити сразу. Мало того, Ваня стал его личной няней. Он и на горшок Витю посадит, и присмотрит за ним, и даже покормит, совсем как взрослый. Скажи, какие у тебя самые хорошие качества, Ваня? Как ты считаешь, за что ты себя хвалишь вообще? Я вообще никогда себя не хвалила. Почему? Сделал дело, вот и сделал. Вот так вот очень по-взрослому рассуждает Ванечка. Скромность – это от родителей папы Славы и мамы Лены. Хоть они и воспитывают девятерых детей, вовсе этим не кичатся. Просто остановиться не могут, шутят Доброжанские. И когда еще, что все-таки есть сила, еще возраст позволяет дать кому-то еще вот это тепло, возможность, ну, чуть-чуть другую жизнь увидеть, да, поставить на ноги. Танюшка, какие глазки красивые. Такие глазки красивые. Вот, Господи, тут птицы. Помощничные? Видишь, кто-то на дороге валяется, она тоже подбирает. Танечка – девятый ребенок Доброжанских. Она была изъята от кровной мамы, выпускницы детского дома. Девочка голодала. Лене позвонили за пик и предложили взять малышку, еще даже без статуса. Лена согласилась сразу. Папа Слава познакомился с дочкой уже дома. Ну вот я говорю, познакомься, это Татьяна, теперь она живет с нами. Он такой, кто это? Я говорю, ну, ребенок. Ну вот, а что же это с нами? Привет. И он с папой с ней познакомился на Новый год. Это же прям, а не на Новый год, на Новый год. Это мы приехали что-то, да, домой. Стане было очень непросто. Малышка боялась воды, ела только хлеб и макароны. Но потихоньку, днем за днем, мама Лена и папа Слава вернули Танечке ее потерянное детство. Ребят, как дети меняются в семье? У вас такой огромный опыт. Уже, детки, Андрюша уже сколько лет вы с вами? Андрея уже шесть будет, Ваня пять. Ну, эти пока, да, по годику. Что с ними делать, что они делать? Ну, они просто становятся детьми. Развиваются, растут. Показывают какие-то свои стороны, которые у них есть. Конечно, меняется. То есть, например, как Танька, она как затравленный зверек была. Сейчас это такая девка у нас бегает, шоу-йо-йо. И она еще дерется со всеми. Приятие ребенка – это всегда стресс. И это огромная ответственность. Наверное, даже большее, чем рождение ребенка. Вячеслав и Елена – опытные и сильные родители. Но все же признаются, что они не всесильны. Потому что мы, конечно, прикладываем свои усилия. Но помощь всегда приходит не от наших усилий, а помощь всегда приходит сверху. Вот это самое важное. Через людей. Через людей. Сверху, через других людей какие-то ситуации. Да. Ты будешь дома, нагоняй. Только не меня счастливей в эти дни. Анастасия хочет работать. И, конечно же, все жеventа этастира. И если тебе могу прийти на все эти дни. И pony народные. До какой-то таких ресурс. а Justin Bieber. Ага. 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 Ага.